Сегодня мы поиграем настольную игру Fairy Tile или Сказочные земли, как она будет называться, в нашей локализации отечественной, русской версии. Локализовать будет фабрика игр, возможно ссылочку вы уже найдете в описании, если захотите приобрести эту игру в русском издании. Итак, игра Fairy Tile, мы будем в ней рассказывать, можно сказать, практически свою собственную сказку. У нас есть, каждому я раздал колоду, всего здесь 36 карт, вот мы на 3 поделили их, получается у каждого по 12 карточек. Это странички сказки, которые, ну это так называемые задания, которые нам нужно будет выполнять. То есть выставлять здесь земли мы будем, выставлять персонажей в определенных, как сказать, локациях, для того, чтобы выполнять наши задания. В начале игры у нас их 12, мы берем, смотрим свое первое задание, каждый смотрит и уже можешь посмотреть свое первое задание. Окей, я посмотрел, вы все тоже смотрите. А, мы не показываем друг другу. Друг другу не показываем, да, это секретные задания. Вот, теперь что может делать игрок в свой ход. То есть цель вам ясна, нужно выполнить 12 вот этих страничек, своей историей рассказать. Теперь, что может делать игрок в свой ход? Рассказывать свою историю дальше, да, то есть развивать. Каким образом это делается? Вы можете управлять одним из персонажей. Потом, после того, как вы передвинули какого-то персонажа или выложили тайл, вы можете заявить о выполнении своего задания, если оно у вас, конечно, выполняется. Или другой вариант, если вам не нравится ваше задание, вы видите, что вы не скоро его выполните, да, чтобы не ждать, возможно, у вас появится больше шансов выполнить его в будущем. Вы можете положить его вот так под низ колоды и перевернуть вот этот свой жетончик, заряженной стороной вверх. Эта заряженная сторона позволит вам в следующий раз дважды развивать свою историю. То есть управлять персонажем или выкладывать тайл. Можно вопрос сразу, а когда обратно она вернется на пустую сторону? Вот после того, как ты используешь ее, как ты дважды сделаешь. Теперь, управлять приключенцем. У нас здесь есть вот такая принцесска, да, она начинает в замке, дракончик начинает в горах, ты неправильно их выставил, и рыцарь начинает в лесу. Принцесса что может? Она может пойти на соседний участок, и она может перемещаться по замкам. Причем, если она начинает ход в замке, и здесь уже у нас был бы, к примеру, выложен хотя бы один замок, она может переместиться в другой замок и пойти. То есть она начинает в замке, да, она может сразу переместиться в другой замок, допустим, вот сюда, да, и обязана из замка сделать ход. Либо она может зайти в замок и переместиться в другой замок. А может не перемещаться, может просто зайти в замок, если ей так хочется. Как ходит рыцарь? Он ходит на два, не больше, не меньше. На два гекса. По прямой? Не по прямой, может ходить вот так. Но единственное, что он обязан закончить ход на расстоянии в два гекса, то есть он не может походить вот так. Ммм. Да, и вот так, соответственно. Он обязан, вот отсюда у меня есть такие варианты, я могу пойти сюда, я могу пойти вот сюда и могу пойти вот сюда. Все, больше вариантов нет. Дракон двигается от края поля до другого края, то есть он может полететь вот так, может полететь вот так сейчас. Потом он сможет лететь вот так, например, вот так. Могут находиться на одной клетке персонажи, все три могут находиться сразу на одной клетке. Вот, это как управлять фигурками, персонажами нашими, да. И вы вместо того, чтобы управлять своим персонажем, можете разместить новый тайл. Причем переворачивать его нельзя. Вот как они выложены, так они и выложены. Вертеть его вот так нельзя на другую сторону. Вот так вращать можно. Они двухсторонние, это для реиграбельности сделано. Понятно. Вот. Как размещать тайл? То есть, напоминаю, вместо того, чтобы управлять фигуркой, вы можете разместить тайл. Он должен именно выкладываться, чтобы касалось как минимум две его стороны. То есть, можно вот так выложить. Две стороны. Но нельзя вот так. А, две стороны. Да, чтобы у одного гекса хотя бы две грани касались. Можно вот так и так далее. Здесь есть река. Если на гексе есть река, вы не можете, соответственно, сделать вот так, чтобы она прерывалась. Ну, или вот так вот, да, вот так вы не можете сделать. Вы можете продолжить реку. Вот так, да? Либо можете сделать начало новой реки. Вот так. То есть, в Королевстве могут быть несколько рек. Вы не можете здесь ставить тайл, чтобы река обрывается. Она всегда должна продолжаться Вот, можете выложить тайл, да И Здесь есть такие задания На карточках заданий могут быть Такие задания, как видеть Визит, посетить, встретиться Видимость Видимость идет у нас По прямым линиям, то есть вот принцесса Сейчас видит, грубо говоря, лес И горы, и замок То есть она, ну, гекс, в котором находится Она тоже видит Это не локация? Это река, да Это и река, и лес Она видит лес и реку Если будет сказано, что она должна видеть Например, двух персонажей То эти два персонажа должны находиться на одной линии Понятно? То есть они друг другу не загораживают путь Но если будет принцессе сказано, что она должна видеть Дракона и рыцаря, то они должны именно стоять Вот на прямой линии Если будет стоять вот так, она видит сейчас Либо рыцаря, либо дракона То есть она смотрит как бы в одну сторону Да, если ей будет сказано, например, видеть дракона в лесу То это вот так Если ей будет сказано, видеть дракона и рыцаря То это вот так Не вот так Понятно Может быть сказано, там, принцесса должна увидеть дракона в горах И, соответственно, принцессе, для того, чтобы видеть дракона в горах, достаточно стать вот сюда, либо вот сюда, либо самой находиться в горах. Соответственно, мид, визит, это посетить. А можно еще вопрос? А дальность взгляда? Дальности нет никакой, и фигурки друг другу не загораживают обзор. Визит, это значит, что вы должны закончить ход в локации на своем ходу. То есть вы не можете, например, у вас задание принцесса должна посетить лес. А вы, например, двигаете рыцаря и говорите, что принцесса посещает лес. Нет, так нельзя. Вы должны именно ходить принцессой, чтобы выполнить задание. Ну, двигать нужно того персонажа, к которому задание относится. И встретиться, ну, тут все понятно. То есть встретиться, вы должны именно прийти в локацию, чтобы вот два персонажа, которые у вас на карточке, ну, или там три. И хотя бы один из них должен перемещаться. Хотя бы одним из них вы должны управлять, да. Ну, я буду как раз-таки поворачивать страницу. Мне не нравится мое первое задание. И заряжаю ее. Все, ходит Денис. Я активирую персонажа. А если я вот в этот свой ход не выполнил задание, оно у меня остается? Конечно, да. Пока не выполнил. Верхняя у тебя всегда остается, пока ты его не выполнишь. И я беру следующую карточку, смотрю. Подожди, сейчас. А, ты берешь свой, сейчас смотрю. Здесь есть еще такое понятие, как large plane или лес. Да, то есть большой, ну, широкий. Я возьму следующую страницу, открою. Хорошо, заряжай. Смотри следующую страницу. Большой, это значит, что минимум три участка стоят рядом. Это будет большим лесом. Точно так же и горы. И длинная река, это река из пяти гексов, содержащих реку. А на что это влияет? На задание. У тебя может быть задание, грубо говоря, там принцесса должна посетить Long River, длинную реку. Вот длинная река, это пять последовательных... Не меньше пяти. Не меньше пяти рек. Это, кстати, и горы, и река, на самом деле, тайл. А это и лес, и река. А здесь вот... Вот это река на равнине, грубо говоря. То есть этот тайл имеет два, и этот, и этот имеет два. Это и река, и горы, получается. Так, ну что, я тогда хожу. Так. У меня две памятки. А, это потому что игроков четыре. Да. А я тупой. Ну ладно. Ты мог выполнить задание? Нет. Да ладно, но играем же. Фил играет в шестой раз, да, уже? Мы в первый. Я в восьмой раз играю. Восьмой раз, хорошо. Ребята, в первый. Ну я потому что читер, да. Ты хорошо знаешь, и я как бы от зубов отскакивает просто. Разлетелись вместе с зубами. Порой вместе с зубами правила отскакивают. Пишите в комментариях, сколько зубов вы потеряли, рассказывая про правила. А, кстати, я же могу и второе действие делать, да? Да, у тебя заряженный жетон. Я делаю. Делаю и ставлю. Одинаковые могут они быть, да, эти действия? То есть ты выложил? Да, могут быть одинаковые, да. Территорию и еще раз выложил территорию. Хорошо. Вот я расширил наше королевство. Ходи. А если второй раз я буду менять страницу? Нет, уже не перезарядь. Уже не перезарядь. Она останется в этом же. Да. В свойстве. А, ты как пошел? Отсюда? Вот здесь. А, все, да, хорошо. Хожу. Я перемещу дракона... Ну, вариантов. А, я перемещу дракона один раз. Так. И перемещу дракона второй раз. Прилетел в горы. Так. И все? Да, и все. Никто ничего не выполняет? Пока нет. Подозрительно. Пока нет. Я пойду принцесской. Я не был такой тупой, я выполнил. Ладно. Ну, она очень шахматная. Пошел сюда. Вот нам Фил перед игрой сказал, она такая шахматная. То есть тут... Я походил. Этюзики надо решать. Ты походил. Очень много зависит, конечно, от задания, которые здесь есть. Тут очень интересно, на самом деле, когда будешь читать литературный текст, поэтому я подготовился, загрузил перевод карточек, и мы будем их читать, когда будем выполнять. А потом ты их, если вот всю свою книжку выставишь в порядке, ну, по номерам... Выполнение? Ты можешь прям свою сказку прочитать от начала, до конца. Да, да. Но оно связано, получается? Да, ну, я надеюсь, да. Ты восемь раз играл? Да. Да. Это шутка была. Да умирал меня. Я играл... Денис, это была шутка! Я три раза сам играл. Я знал, что выиграл. Да. Классно, чё. Не, серьезно, я сам в одиночку раскладывал её три раза. Ну, довольно связанная история. Ну, короче, я буду гонять пацана, чё он стоит. Гонять пацана. Гонять пацана, да. Это из какой сказки? Из моей. Так, я хочу выложить... Погоняем пацана. ...тайл. За свой код я выкладываю... Ммм, так нельзя. Так нельзя. Почему? Ну, здесь речка начинается. А, река! Река, река. Широка река, голубока река. Типа того. Хорошо, тогда вот так выложим. Ты уверен? То есть это окончательное решение? Звонок другу у тебя есть. Да. Хорошо, всё? Сколько я выиграл? 500 тысяч рублей. Отлично. Я буду играть дальше. Ты закончил. Вот, теперь смотри. Да, всё верно. Я пришёл сюда. Смотри. Ты походил? Нет, я... Вот, выполняю задание. Принцесса посещает широкую равнину. Вот у меня три равнины. И это у нас карточка... Какая равнина, это три? Три, да. А, река пять. Река пять. И я читаю текст, смотрите, ребятки. А, про лес? А лес сколько? Тоже три. А, тоже три. Давай, 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 давай. Самое интересное. Принцесса заблудилась. Её смелость начала сменяться предчувствием надвигающейся беды. Я беру следующую карточку, а Денис ходит. Денис делает вот так. Прилетел дракон. Да, и... Рыцарь и дракон встретятся в горах. Да, карточка номер двадцать девять. Разбудив спящую красавицу, он смело вышел на бой с драконом. Серёга? Угу. Пошёл дракон. Вот сюда. Не выполняешь? Нет, нет. Просто, ну, мне либо листать приходится, либо... Я иду сюда и выполняю задание. Принцесса посетила большой лес. Карточка номер тринадцать. Раздал себе карточку? Нормально. Читерский, да? Чисто с принцессой ходит теперь и выполняет. Денадцать тринадцать. Похолодев от страха, Флора попыталась найти убежище в лесу. Нашла? Ну да, типа того. Угу. Следующее задание. Узнаем в следующей серии. Ух ты, ёлло моё. То есть другого нельзя никого съесть, да? Сложное задание. Нет, они никак не взаимодействуют. Я понял. Ну как они взаимодействуют? Они только видят друг друга и встречаются друг с другом. Да, да. Всё, вот и всё. А вы хотели прям боёвка, чтобы была, да? Нет, зачем? Не, всё нормально. Перелетел. Перелетел, хорошо. Я выкладываю тайл. Тайл? Да. Да. Вот кто двигает нашу эту... Сказку, да. Нашу сказку вниз. Нашу карту, кто расширяет. Я ещё не думаю. Да, блин, она сюда не подходит. Там река. Что делать? А эта река как продвигается? А, во! Во! Нет. Нет, тут тоже река. Какая хитрая река. Там хитрая она. Я бы даже сказал, хитрая, мудрая. Да. Блин. Это отстой. Ну, вон туда поставь. Да ты не понимаешь, как мне надо. Конечно, я не понимаю. Я ж не знаю, что у тебя там за страничка-то. Не, лесом. Лесом. Полем, блин. Передом к лесу. Тут сложно. Сюда она не лезет и сюда не лезет, да? Сюда лезет. Нет, вот сюда лезет. О! Да не лезет, там лезет. Блин, точно. Там прерывается. Ну, вот сюда вот так поставь, не? Нет, мне не так надо. Ну, извините. Пусть будет уже так, ладно. Итак, мой ход. Я активирую принцессу. Она приходит к принцу. Так. Чё тебе надо? И... Восьмая карточка. Принцесса и рыцарь встретились на реке. Счастью, бесстрашный рыцарь Уллерих спас ее. Вот так. Слонялась где-то, слонялась там. Серега? Ага. Ваш код, сэр. Да. Тут совсем так было. О! Ну ладно. О! Это переводил. Это может быть не окончательный перевод. Восьмая карточка. Да. Перемещусь драконом вот сюда. Смотри. Бусть from the forest. Для ее безопасности. Короче, увел из леса. Переместился драконом вот отсюда. Из леса, в замок. Вот сюда. Так, сейчас, 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 сейчас. О! Делаю вот это. Да что ты, блин. На следующий шноб, смотри. Не катит. Никак все я не доделаю. Тут вот эта река неудобная очень. Давай попробуем. А хотя, это тоже река. Через, да. Так, нельзя. О! Вот. Пусть будет. Угу. И все. Ходи. А ты взялся новую карту? Да, да, вот. Нет, Денис. Он же выполнил в прошлый раз. Ну, посмотрел. Я посмотрел. О, хорошо. Я вот так. Да что ты делаешь? Зачем ты ходи? У тебя, кстати, зарядина. Я знаю, что ты недаром туда поставил, поэтому... А, ты мне не заряжена. Ты не свое выполняешь, а как бы другим. Нет, я и свое выполняю, а я тебе решаю. Серега, давай. У меня все рассчитано. Ладно, я заменю страницу, раз уж затянул я что-то. Угу. Мой ход, да? Так. Так, так что ж ты сюда не лезешь все никак, а? Подожди, подожди. Там мешаются своими разгоряченными телами. Вот так. Вот так выставил. Сейчас их дракон разгорячит. Хорошо. Подогреет их. Все? Да, ходи. Ну, теперь пора драконам улетать отсюда. Улетай. Найди мне карту номер четыре. Дракон двигается через... А, есть такое дело, да. Пока она созерцала сельские пейзажи, ее красота привлекла внимание дракона. Понял. Он такой. Ммм. Да вы же заодно играете. Он тебе выкладывает тайлы. Иди. Да. Мы в сговоре с ним, да. Это же кооперативная игра. Хорошо. Тогда дракон ходит вот сюда, я выполняю страничку свою. Дракон видит принцессу и рыцаря. Есть такое дело. Номер карты скажи. Шестнадцатый номер. Шестнадцатый. Я ж могу второй раз не выполнять. Улерих заметил Драксора слишком поздно и уже не мог спасти свою дому сердце. Выполнен ее сюда. А вот этот переворачивается независимо от того, выполнил я или нет. Ну, в смысле, два раза я подвигался или один? Если ты один, то если ты ее не использовал, то надо же. Нет, ты можешь не использовать. Ты его используешь, чтобы дважды двигаться. А смотри, такой момент. Вот я исполнил, выполнил. Да. Теперь я смотрю следующую. Теперь я смотрю следующую и после этого могу еще действие сделать? Нет, конечно. Ну, не, а за второе. Один раз в ход он может. Смотри, здесь же написано. После того, как ты вот это сделал, ты можешь, да. Значит, это, получается, важно рассказать страничку. Хорошо, я не использую, она осталась у меня. Я просто беру следующую страницу. И мой ход. Отлично. Дракон летит сюда, и я выполняю задание. Дракон видит три выстроенных в ряд маунтерс горы. Это у нас 27. Мне кажется, ты не перетасовывал кого-то. Конечно, я все подстроил изначально. Ну, да. Уверенный, что не найдется такого глупца, который полез бы в его логово, Драксар позволил себе расслабиться. Так он расслабился. Ходи. Я переверну страничку. Ух ты ж, блин. Ходи, Серёв. Угу. Сейчас, надо. Надо же подумать. Зачем? А, смотри, вот так я сделал. У меня два, да? Да. А, нет, получается. А чё? А вот так. Интересно. Ладно. Ну чё, шахматист? Да, да. Гарри Каспар. Интересно, интересно. О, да нет, ходи сгубей. Я снова похожу... Пожалуй, один раз. Вот так. Ееее. Ты мне прям помог, смотри. Управляю рыцарем раз-два. И выполнил задание. Рыцарь и дракон встретились на равнине. Отлично. Тридцать четыре. Ты за меня играешь? Да, конечно, я за все это играю. Да, из-за меня тут уже... Из-за тебя... Слушай, смотри. В бою дракон попал в ловушку Ульдриха. Рыцарь без замедления нанёс смертельный удар. Чё-то не осень. Вот тут вообще, чем выше номер карты, которую ты выполнил, тем он ближе к финалу, типа истории. Ты потом их выкладываешь... Ты потом их выкладываешь в порядке, и у тебя идёт история от начала до конца. Хорошо, хорошо. Всё, читай. Я пока похожу. Смотри. Раз, два. Принцесса и рыцарь встретились в горах. Они у меня там всё время встречаются. Слушай, кто там, кто сям. Там река у меня была, а теперь ещё горы. Слушай свою историю. Место встречи изменить нельзя. Ты мне очень помог. История у тебя такая. Ульдрих осторожно проскользнул в пещеру. Флора лежала там, обессилев от слёз. Ты ж как надо... Её придавить должно было слезами. Ходи давай. Хорошо, я использую наконец-то два действия. Первым действием я перемещаюсь. Вот так, дракон. Вторым действием рыцарем. Вот так. И выполняю страницу. Рыцарь и дракон встретились в лесу. Это 31-ая. 31-ая. Да, это переворачивается у меня. До того, как ты его победил. Дрексор преследовал Ульдриха, извергая пламя. Короче, понятно. Так, у меня что? Лакс, конечно, посмотрите. А, блин! Ты зачем рыцаря оттуда убрал? Мне Денис помог. Угу. Ну ладно. Пойдём потихонечку. Ты мне помог. Ну хорошо, ходи, Ден. Спасибо. Ден, Ден, ходи. Ден сейчас всё испортит. Конечно. Ден, Ден может, да. Ден, Дегиден. Хорошо. Я двойной ход использую. Сразу же. Раз, два. Ух ты. Дракон посетил Большой Форрест. Есть такой номер карты. Одиннадцатая. Одиннадцатая. Отлично. Отлично. Вот, когда у вас будет русская версия, вам вот это не понадобится. Будете прям с карты сразу что читать. Прикиньте. Будете читать вот так. Спрятавшись в кустах, Дракстар затаился в ожидании идеального момента для нападения. Твой ход. Мой ход. Хожу рыцарем. Раз, два. Выполняю страничку. Рыцарь посетил Большой Форрест. Большой Форрест. Большой лес. Это ты уже от меня. Номер. Номер карты двадцать три. Так, дыру новую. Двадцать три. Рыцарь пошел по следу чудовища, чтобы найти логово, где находилась плененная красавица. Да, она в горах. Раз, два. А, нет, так нельзя. Блин. Нельзя, да. Нельзя. Что вы наделали, черти? Нет. Нет, я прошу. Ну, он увидел просто по нему, дракон летит в лес. Да, я понял. И такой за ним такой, ге-гей, сто пудов он полетел к принцессе. Принцесса в горах такая, под слезами своими. Короче, раз, два походил. Ходи, Дэн. Дэн, дэн. Хватит правила считать. Дэн, правила тебе ничего нового не скажут, Дэн. Это не те правила. Мы играем по правилам Фила. Отойди, я понял. Смотрю. Смотрю. Активировал девчонку. Да. Упал. И, ну, пусть будет сюда, неважно. Принцесса посетила большие горы. Если она начинала в этих горах, ничего страшного? То они нормально. Главное, что она здесь закончилась. Это 30 горы, да. 30. И двигалась, да. Она двигалась, да. Подвигалась. Дрожа от холода, Флора воспользовалась тем, что дракон отвлекся и сбежала из своей ледяной тюрьмы. Блин, девушка. Активирую рыцаря. Раз, два. Выполнил рыцарь, посетил замок. Молодец. Ага. Номер 20. Номер 20. С тяжелым сердцем Ульдрих принес печальные известия королю. Так, я хожу. Раз, два. И выполняю. Рыцарь посетил широкие равнины. Номер 25. Ульдрих приготовил ловушку для своего огромного врага. Следующее ожидание. А я скину страничку. Я тоже скину страничку. Так, молодечики. Давай сюда. Давай. Ходи. Попорхал. А, давай и второе действие. Порхаравец. Вот сюда. И дракон посетил большую реку. Пять или больше кусочков. Раз, два, три. Четыре, пять. Четыре, пять. Ну да, она здесь продолжается. Вот просто обнял бы тебя. Подожди. Ты уточнил это, кстати? Что она не должна там прерываться или должна? А чем она прерывается? Ну нет, все правильно. Она же сквозь гору течет. Ну да, да, все верно. Смотри, начал, 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 почуял. Конечно. Не, это надо уточнить, а то мало ли потом напишут, что вы так не могли вообще-то. Ну напишут, значит не могли. Однажды утром чудовище отправилось на охоту в поисках достойной добычи. Я думаю, на речку попить пошел просто. Добыча. Чего он там добудет? Рыбу? Мой ход. А, извини. Нет, куда ты пошел? Выполнил карту. Куда он пошел? Рыцари дракон встретились на реке. Карта номер 33. У меня еще второе действие есть, но я его не буду выполнять. Но ты уже выполнил приключение, страницу прочитал. Страницу прочитал, значит все. Да, да, да. 33. Это у нас начался невообразимый бой, сказания о котором будут слагать многие поколения. Так, а у меня будет замена страницы. Мне тут все испоганили. Конечно. Ух ты. Один. Я тоже поменял. Вы будете, в общем, выкладывать вот это вот дело? Нет, зачем? Нет, тут достаточно. Мне я бы не сказал. А, ты походил? Да, я скину страничку. Так, тогда рыцарь пошел вот сюда. Раз, два. И выполнил я карту. Рыцарь посещает замок и может видеть дракона, либо принцессу. Дракон, а он видит. Какой номер? Номер 22. 22. С 3, 22. Там уже 6 повторяется начну. Он помчался через королевство, не жалея коня. Ой, молодец. Так, я выложу, походу, вот этот тайл. Ну как? Давай, давай. Давай, давай, давай. Блин. Да, 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 да. Что, да, да, да? Ну, выкладывай, выкладывай. Как-нибудь уже выкладывай, давай. Да подожди ты, гля. Да не могу я что? Вот так. Вот. Ай, тыж. Тыж, вообще, вот просто. Тыж, пыш, ходи. Пыш, тем. Ему надо, чтобы принцесса в замок попала, что ли? Ну, блин, я не то смотрю. Ага. Выж сказочник. Вот так. Ага. Ага. Ходи. Не вариант. Так, 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 так. Ах тыж, ах тыж, елкиш, холкиш. Ах. Спасибо. А, так все в порядке. Спасибо за рядки. Да, трачу, в общем, вот этот жетончик, делаю два действия. Первым действием дракона суда, вторым действием принцессу к нему. И выполнил. Принцесса и дракон встречаются в горах. Номер. Номер 17. Чудовище притащило несчастную флору в свое огромное локово. Жуга. Ну вот, мне сейчас, возможно, придется прояснить задание вот это, потому что... Давай я проясню. Ну вот смотри, хорошо, мы можем, да? Вот я сейчас зачитаю вопрос. Зачитаю. The Princess can see three lines up forest. Да, три выстроенных в линию леса. Ну это как он... Именно леса. Леса. Three lines up forest. Форест, да. Это смотри, это примерно как у меня, на самом деле. Это как у тебя горы были, а у тебя здесь нет. Как у меня сейчас вот это задание, смотри. Я делаю вот так. Теперь переворачиваю свой жетон иду рыцарем вот сюда. Раз, два. Он видит три выстроенных в линию. Все, я понял. Я думал, что может быть... Night can see three lines up planes. Три равнины. Я вижу... Все-таки языковое немного есть. Барьер? Ну, не прям барьер, то есть просто... Непробиваемость. Непробиваемость. О, да. Он придумал план, который должен был привести его к победе над чудовищем. Увидел три поля и понял, что я придумал план. Вот здесь я его и поймаю. В полях драконы? Я скину. Смелый. Да, хорошо. Ловкий, умелый. Если ты смелый. Ну, нет, я скину, пожалуй. It's easy. Это я сейчас сделаю. Так, а я пролистываю. Пролистнул, уходи, да. Делай. Давай, делай вещи. Смотри. Раз, два. Так. Двадцать шестая. Рыкцарь посетил большие горы. Три или больше. Двадцать шестая? Двадцать шестая. И у меня осталось... Последняя у тебя уже? Нет, у меня еще много. Бесстрашный Ульрих поднялся на самую вершину горы, где располагалось логово дракона. А, да. Серега. Думаю. Вот прямо в этот момент думаю. Ты не думай. Не-не-не, тут... Тяжело. Треба требуется. Перед тем, что карта такая, она... Да, выкладывать тайлы больше будет больше возможностей. Нет. Да. Не будет. Блин. Потому что... Это просто вообще ад. Смотри. Вот так я делаю. Я трачу два действия. Так. Первым перемещаю дракона вот сюда. Так. Вторым рыцаря сюда. И выполняю. А, ну да. Рыцарь видит дракона и принцессу. Да. Да, выполняется. Выполняется. Это номер двадцать один. Ты мне очень помог, кстати. Мне теперь не придется двойное действие делать. Ульрих поклялся королю, что освободит его дочь из плена чудовища даже ценой своей жизни. А у меня все просто. У меня дракон возвращается вот сюда. Угу. И дракон посещает большие горы. Раз, два, три, здесь даже четыре. Хорошо. Так, у нас восемнадцатый номер карты. А то я думал, как сюда попасть. Такой, нет, думал, не попаду. Дракон улегся так, чтобы обозревать все свое логово. Никто не сможет украсть его королевскую добычу. Все тут собрались. Все тут. Кто из них добыча? Кто из них добыча, да. О, прикольно. Давай. Ну, вот так. Отлично! Ты ж мой золотой. Серега. Да, да, да. Так, так, так. Ну, слишком рискованно. Я заменю карту. Отлично! Ну, да. Принцесса возвращается сюда. Так, так. И принцесса и дракон встретились на реке. На реке. Ну, что? Ну, так вот карты выходят. Хорей, принцесса моя трогает. Че это она твоя? Двенадцатая. Он выскочил из засады, как только принцесса вышла из леса. Вообще, она с гор спустилась, но неважно. Дороги. Слушай, ну, у меня тут вообще... А, хотя... Вот так? Да. Ничего не выполняю. Ничего не выполняю. Зря. Ну, тут как... Не, ну, у меня просто остались сложные и... Ну, как, у меня тоже нелегкая, на самом деле. Да, у меня тоже сложно. Надо больше тайлов. Больше тайлов. Ну, так ставь. Ну, буду. А че я один ставлю? Ну, ты ставишь, мы выполняем. Ты ставишь, мы выполняем. Отличный план. Отлично. Мы его и придерживаемся. Иди давай планет. Сейчас, сейчас, сейчас. Подожди. Ух, ё-моё. Подожди. Босс фай. Сейчас. Серёга, больше часа не думай. Хорошо. Ну, вы засекли? Да. У меня ещё есть время? Нет. Знаешь, как мы синхронны. Нет тебе времени. Давай, ходи. Делай чё-нибудь. Меняй карту. Не можешь выполнить, меняй карту. Считаешь, ближайшие 3-4 хода не можешь делать, то меняй карту. 3-4 хода, ничего себе. Это жирно. 3-4 хода. Ну, 2 хода, меняй карту. Да не перебиваем. Подожди, он может думает, правда. Мне кажется, он врёт. Конечно. Думает он. О небесных фенделях он думает. С этим драконом же, пока все эти самые не просчитаешь. Вероятность. Ну, да. Все вот эти вот линии, прыжки вот эти его. А, это да. Это тяжело. Тяжело. Блин. Ну, заменять мне смысла нет. У меня уже заряжена вот эта вот штука. Ну, ничего. Ну, сделай продвижение хотя бы к цели. Может, там полегче задание будет. Хорошо. Да, двигайся к цели. Вот так. Вот. Вот. Видишь, хоть что-то сделал. Давай. Теперь ты ещё полчаса бужден. Нет, я уже подумал. Ну, у меня просто действительно сложные очень задания. Мы будем... Все задания с участием дракона, мне кажется, они сложные. Да, они сложные. Потому что... Его сложно поставить куда тебе надо. Его перемещения очень специфичные. Будем продвигать. Бэк. Бэк. Фронт. Давай. Молодец. Что-нибудь типа такого. Ходи. Все. Ходи. Двойное действие. А. Вот мне есть смысл потратить двойное действие. Не трогай дракона, я тебя умоляю. И два действия. Итого он переместился в замок и видит принцессу или рыцаря. Выполнил. Страница 1. Фига себе. Хорош. 1. Первый. Мощно. Да. Так, подожди. В 1152 году настали тревожные для королевства времена. Как сейчас помнёшь. Принцессор проснулся. В замке. Да. Но он мимо замка. В его драконием замок. Драконий замок. Это да. Видишь, далеко. За горами, за лесами. Ох, блин. Как же мне теперь это сделать. Ну, началось. Давай принцесса пойдёт вот так раз. В замок пришла. Ну да. И телепортнулась вот сюда. Ага. Ай, нельзя что-нибудь чуть-чуть. И всё. Пока всё. Можно я его задушу? Прямо, прям вот возьму и задушу. То обнимашки, то задушу. Такая игра, конечно, конфликтная. Тут ничего не скажешь. Ну как? Просто каждый свои цели преследует, и они... Нет, так Дэн ещё пытался мешать. Цели, да, они разные. А, чё я буду мозги делать? Правильно, застрели меня лучше. Двойное действие у меня же есть. Телепортнулся, обязан походить. И опять зашёл. Нет. Вторым действием зашёл. Вторым действием. А, вторым действием, да. Смотри, первым действием он сделал вот так. Ага. Тык-тык. Да. Вторым действием зашёл, и принцесса посетила замок, и видит либо рыцарь, или дракона. Видит она дракона. Круто. Да, действительно. Канайта с дракон. 35. Ну чё он там проверил? Предпоследний номер. Как это было сложно. Да уж, да, уж. Мне всё испортил. Флора воссоединилась со своим отцом. Он был несказанно рад, что дочь наконец вернулась домой целая и невредимая. Замечательно. Хорошо. О, так я... Так ты, да. Так ты ходишь. По-моему, ваша Флора даваки. Полетела сюда. Так мой кот-то, алло. А, блин, извини. Давай ты её туда отправил. Кого? Её? Нет. Я дракона вот сюда отправлю. А, ну это тоже хорошо. А теперь ходи. Всё, смотри. Первым ходом вот так. Угу. И вот так она обязана пойти. Угу, угу. И чё? Куда тебе дракона надо? А я тебе не скажу. Да вот же ж. Ну, тогда ничего. Посмотрим, как дальше карта ляжет. Всё? Не буду двойное действие тратить. Тогда я хожу вот сюда. Принцесса может видеть... А, нет. Визит там, да? Нет. Визит. Нет, нет, нет. Один. Нет, не визит. Си. Тут всё нормально. Тут просто другая тяга. Визивик, не визивик? Визивик, не визивик. Ну, не нравится, что она здесь стоит. Давай вот так вот сюда пришёл и телепортим. Да ты запарил. Ладно, спасибо всем. В общем, дракон вот сюда. Выполнил страничку. Дракон посещает Large Plane. Это же Plane? Да, да. Всё. Номер. Номер 10. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Читать надо внимательно. Да. У Серёги два задания осталось. Вот сейчас Hardcore пошёл. Принцесса вновь отправилась в путь, не зная об опасности, которая ждала её впереди. Точно. А дракон-то при чём? На пашне прилетел. Вот он, видишь, нарисован. А, драконка. Так, первым действием мы лезем вот сюда. Вторым действием она заходит всё-таки к дракону. У меня просто принцесса и дракон должны встретиться на равнинах. Хорошо. Ну, понятно. Номер карты 15. Так, слушайте, я не знаю, как выполнять своё задание. А, никак. Вообще, просто всё-таки проявляйся. Я с дракон, подожди. Дракон и нюх никогда не подводят. Принцесса уже у него в когтях. Я скину карту. Угу. Скинул? Ну, в смысле, заберелись на устраничку. Давай, Серёга. Три задания осталось. А, подожди. Принцесса дура. А, всё, да-да-да-да. Сейчас, погоди-погоди-погоди. Она такая медленная. Угу. Она очень медленная. Больше замков нам надо, больше замков. Нет, нам не замков надо больше. Сейчас, погоди. Принцесска пошла в замок и вот сюда. Хорош. Мой ход, да? Что там у меня? Ты же понимаешь, насколько я ограничен вообще? Раз, два. Оп. Рыцарь посетил большую реку. Большую речку, да. На большую воду пришёл. Это у нас карта номер 32. Карта номер 32. А самое интересное, что последнюю штуку нельзя скидывать, менять и нельзя заряжать? Можно. Заряжать. Ты можешь просто зарядить. А, в свой ход просто зарядить? Да, ну ты типа ход пропускаешь, просто заряжаешь. Можно всё-таки. Ульриху нечего было противопоставить дракону, и он попросил речного духа о помощи. Хорошо, молодец. Речной дух, говорите? Ну, давайте сходим, посмотрим, что там за речный дух. Седьмая. Принцесса посетила большую реку. Угу. Так. Семь. А, седьмая. Серёга, ты там это... Подумай над ходом. А я уже подумал над ходом. Сейчас тогда прочитаю. Внезапно пираты окружили её. За принцессу можно потребовать немалый выкуп. Угу. О, как молодцы. Исполнилось твоё место. Давай, Фил, я выложу. Да. Да или да. Мне уже не надо. Смотри, я... А, нет, не выложу. А чё? Нет. Там река. Ну, блин, ты засветил следующий. Да подожди. Взял, выкладывай. Взял, выкладывай. Подожди. Ладно. Река. Тайлу место. Тайлу место. Ну, он показал то, что там под ним лежит. Да ладно, ладно. Мы играли турнир. А, стоп. Ну, изи же. Пошла и выполнила карту. Принцесса видит три леса в ряд. Видит. Где они тут три в ряд? Раз, два, три. А, вот они, да. Да. Эть. Карта номер. Карта номер пять. В поисках приключений и свободы она ускользнула из замка вопреки запретам отца. Что там у тебя, негодница? Ах, ты ж, блин. Ага. Получил фашист гранату. Да, он на два. Он не может с ней там встретиться. Угу. Если ты правильно. Облом. Обламинго. Ну, мы тогда зарядим. Угу. Ах, ты ж, ё-моё. А, нет, нормально. Нормально. Выходи. Я уже почти. У тебя последняя. А, нет, два. У тебя последняя. Нет, у него последняя. Сейчас Серёга выиграет. Не исключено. Води подальше всех. Принцессу особенно, подальше. Всё, ты походил? Чё-нибудь выполнил? Да, всё, походил. Ну, побеждаешь? Да. Принцесса и рыцарь встречаются в лесу. Ох, как я его, а! Повезло. Да, это девятый номер. Девятый номер. И это... Флора поблагодарила своего спасителя. Её благородная красота поразила его сердце. Поздравляем Серёжу. Давай прочитаем твою сказку. Не мы видим Серёжу. Давай. Разложи его так вот, ну, по порядку вся карта. Пятый. В 1152 году настали тревожные для королевства времена. Драксар проснулся. Пятый. В поисках приключений и свободы принцесса ускользнула из замка, вопреки запретам отца. Вот так дракон проснулся, а она из замка убежала. Она такая, чё дома сидеть? Чё дома сидеть, да. Девятый. Пойду ящерицу поглажу. Флора поблагодарила своего спасителя. Её благородная красота поразила его сердце. Уже он откуда-то спас. Уже он её спас. Ну, по лесу, видимо, там, да. С каких-то приключений. Десятый. Принцесса вновь отправилась в путь, не зная об опасности, которая ждала её впереди. Там дракона поджидают. То есть он спас её, она такая, спасибо, я дальше пошла. За новыми приключениями. Вот такая вот шиба. Дальше. 16. Ульрих заметил Драксара слишком поздно и уже не мог спасти свою даму сердца. Ну, понятно, ушла далеко. 17. Чудовище притащило несчастную Флору в своё огромное логово. Ты выкладывай сюда. Ай, Серёжа. Да ладно, ну так удобнее просто. Дальше давай. С тяжёлым сердцем Ульрих принёс печальное известие королю. Я бы сказал, что он принёс. Дальше. Ладно, 21. Ульрих поклялся королю, что освободит его дочь из плена чудовища даже ценой своей жизни. Да, конечно. 22. Он помчался через королевство, не жалея коня. Ты-гэ-дык, ты-гэ-дык, ты-гэ-дык. Подожди, а картинка не та. Почему так? 22 это? А, всё. Да, давай. 23. Рыцарь пошёл по следующее чудовище, чтобы найти логово, где находилась пленённая красавица. Сейчас уже клеится прям нормально. Они ж подряд идут. Дальше. 31. Проскочил. Ну так вот, ты раздал. Он такой, так, надо концовку писать. Да-да-да. Так, чего у нас? Чё-то затяну. Драксар преследовал Ульриха, извергая пламя. То он его преследовал, Татириона. Ну, там, такое, знаешь, это самое, додумайте сами, что было в этот момент. И... И 33. Начался невообразимый бой, сказание, которым будут слагаться многие поколения. И... Зея. И всё. А, это и всё. И у меня всё. И он его там, видимо... Это и намёк на вторую часть, короче. А потом они поженились, короче. Флора и Ульрих, который одолел дракона и завоевал сердца Флора, поженились и жили долго и сейчас. А она потом опять в лес ушла. А потом опять приключения новые пошла искать. Такая игра, друзья. Я надеюсь, наше видео было вам интересным. Переходите по ссылочкам в описании. С вами были Серёжа. Тебя как зовут, мальчик? Денис. Кучерявый. И какой-то там Филипп. Вот. Всё. Всем спасибо. Всем пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!